МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герой нашей сегодняшней программы уверен, мечты сбываются. Грущев завода по переработке мясной продукции Дмитрий Кузнецов стал участником капитал-шоу «Поле чудес». «Поле чудес» – одна из самых любимых передач Дмитрия Кузнецова. Ещё в детстве он смотрел и мечтал, что когда станет взрослым, обязательно попадёт в эту студию, где будет крутить барабан и отгадывать слова. И вот мечта сбылась. Дмитрий Алексеевич Кузнецов, Бердаро, Скорбышка, Старый Оскол. И вот всё на этом диване сидели с супругой в пятничный вечер, смотрели телевизор, и как-то так получилось, там, слово второе я угадал. Супруга, может быть, в шутку, я не знаю, спросила, не хотел бы ты поехать туда, не хотел бы попасть. Я говорю, хотел бы. Мне кажется, каждый хотел бы попасть на передачу «Поле чудес». Ну, я попробовала, думаю, отправлю заявку. Повезёт так, повезёт. Ну и позвонили нам, пригласили. И вот мы поехали. Программа с участием Староскольца вышла в эфир 26 февраля. Тема игры – «Черепахи». Дмитрий был во второй тройке. Задание оказалось довольно простым, и другой участник сразу назвал слово. Все говорят, ты хоть слово, когда приехал, ты хоть букву, хоть... Я говорю, ну, ты же барабан. Ну, зато чай попил. С Леонид Аркадьевичем постоял. Съёмки программы проходили в Москве ещё в январе. Перед записью участники телеигры прошли собеседование с ведущим. Леонид Якубович поразил Дмитрия добродушием и открытостью. Нас собрали всех. Он зашёл к нам. Как бы, ну, я думал, что, ну, где он, и где мы. Зашёл такой, ну, как бы, сразу, сразу к себе расположил нас всех. Говорит, вы пришли ко мне в гости. Всё, расслабьтесь, кушайте, отдыхайте, веселитесь, танцуйте, пойте, всё. И в студию мы зашли уже заряжены. На съёмочной площадке Дмитрий практически не волновался. Рядом была жена. Алина подготовила музыкальный подарок для зрителей, исполнила песню. Это было очень, конечно, тяжело, потому что, чтобы там спеть песню, надо петь малоизвестную, до 70-х годов. Поэтому с выбором песни тоже было тяжело. Отправляешь, тебя слушают, понравится, не понравится. Это старая, старая песня. Я её училась в музыкальном колледже в Губкине. Я её дирижировала. На съёмки передачи «Поле чудес» приезжают участники из разных уголков нашей необъятной страны. И, конечно же, не с пустыми руками. Обязательно привозят подарки ведущему. Старосколец презентовал местную глиняную игрушку и тряпичные куклы. Но главным подарком стал зажаренный молочный поросёнок. На память о чудесном событии у Кузнецовых осталась кружка с изображением Леонида Якубовича, мультиварка, фотографии и, конечно же, яркие эмоции. Съездили, походили, Красная площадь показал ей, где вождь лежит. Всё красиво, мы попали как раз. Ещё Москва была вся красочная после Нового года. Родственников навестили в Москве. Эмоций, конечно, очень много. Поэтому запомните на всю жизнь. Дети будут смотреть. Финансовую помощь в организации поездки оказала компания «Промагра». Дмитрий Кузнецов искренне благодарен за поддержку Александру Гринёву, исполнительному директору АПК «Промагра». Я изначально, признаться, запаниковал, работаю один, супруга не работает. И съездить, ну как бы зарплата позволяла съездить, но дальнейшая, как дальше будет. Мне и командировку оформили, и оплатили, суточные, то есть и дорогу оплатили. Дмитрий трудится грузчиком на заводе по переработке мясной продукции АПК «Промагра». Работу свою любит. Наверное, поэтому в его руках все спорится. Работаю грузчиком в цехе убоя скота. Вывозим продукцию, стикеруем их, взвешиваем, чтобы знать, что лежит в коробе. Также и при отгрузке этот стикер помогает быстрее найти продукцию. Работа, конечно, тяжелая, но коллектив дружный. Если с дружкой, то справляемся, все быстро делаем. Когда хорошо оплачивается работа, почему она не будет нравиться? После участия в передаче «Капитал-шоу Поле чудес» Дмитрий на заводе местная знаменитость. И не важно, кто выиграл. Главное, что мечты сбываются.